Мы продолжаем свой курс. Задача построить хорошую, точную нашу индивидуальную выкройку, которую в последующем мы будем с вами каким-то образом менять, то есть применять необходимые нам правила моделирования с тем, чтобы получить тот или иной фасон. Многие из вас окунулись в эту красоту конструирования точного, четкого, правильного, хорошего кроя и поняли, что ничего страшного в этом нет. Ведь у вас у всех 90% ваших работ я писала как отлично, хорошо, потому что были только маленькие какие-то замечания у некоторых, у остальных только маленькие замечания, простые шероховатости. В остальном вы прекрасно справились и с построением своей базовой конструкции, и с сложной, очень сложной темой рельефы. Ведь посмотрите, как хорошо у большинства из вас все получалось. У некоторых только исключительно появлялись какие-то замечания, и на них я хочу остановиться отдельно. Дальше. Те, кто имеет какие-то особенности. Сейчас, работая с вашими конкретными фигурками, я еще раз постараюсь их разглядеть, еще раз постараюсь их вам указать. Вы должны это все записать. И это все должно быть записано на вашем техническом задании. Не у всех это есть. И сейчас, разбирая каждого из вас, снова еще разочек по порядку, я еще разочек посмотрю ваши фотографии, еще разочек посмотрю подготовленные вами выкройки, и еще скажу какие-то небольшие замечания, которые вы должны будете внести вот в эти базовые выкройки, для того, чтобы приступить к выполнению домашнего задания. Итак, мои дорогие, я начинаю, а вы, если что-то непонятно, пишите в чате свои вопросы. Теперь Анна, 20 номер. Давайте посмотрим на фигурку. Смотрите, намек на животик, но будем считать, что его нет. Сзади намек на выступ ягодиц. Я считаю, что это надо учесть в нашей выкройке. Это вид сбоку, который мы видим. Сзади, посмотрите, широкие бедра мы видим. То есть широкие бедра – это вторая особенность этой фигурки. Ну и вот впереди мы тоже видим, что бедра широкие. То есть широкие бедра и выступ ягодиц. Вот это надо будет учитывать. Но я уже проверяла Анечку. У нее все хорошо. Но я уже ей говорила. Посмотрите, она поспешила. И она оформила себе боковые швы вот таким вот образом. Не нужно то, что нарисовано ручкой, было делать, потому что работа еще не закончена. Нужно обязательно прийти было в одну точку на пройме. Вот то, что карандашиком у вас нарисовано, вот так и нужно оставлять. Остальное все верно. Контрольные числа есть. Пройму надо писать 17,5 тоже в кружочек. Я все пойму. Так. И вот здесь вот на рукавчике все нормально. Все хорошо. Все. Работайте дальше. Так, следующий номер у нас. 41-й Маргарита. Так. 54, 49, 57. Рукавчик замечательный. Запомним. 15,5. Следующая ее работа с рельефами. 17,5. Замечательно. Контрольные числа написаны. Замечательно. Работа хорошая. Верная. Верная. Все замечательно. С рельефами. Все. Значит, строите себе спинку с выступом ягодиц на следующий раз. И по полочке не делайте рельефов. Просто оставляете выточку. Значит, галочка. Вам надо обязательно выступ ягодиц. Следующий, 53-й Ольга Ярославль. Так. Значит, она прислала, видим, вот такую вот фигурку. Видите, видимо, нижний тип тоже. И карандашиком зачеркнула то, что она поспешила сделать. Сейчас посмотрим на фигуру. Пойдем посмотрим, что у нас там происходит. Значит, мерки 49, 43,5, 60. Смотрите, какая разница. Так. Рукавчик. Хорошо. Он подходит к нашей проймочке. А фигурку давайте изучать. Значит, смотрите. Видно, что нижний тип фигурки. Значит, широкие бедра имеем в виду. Так. Сзади. Это только подтверждается. Посмотрите, широкие бедра. Видим хорошо. И, конечно же, мы видим выступ ягодиц. И довольно значительный. Значит, галочка. Вы делаете себе выступ ягодиц. Берете цифру 2. Так, как у нас там есть. Вот если у предыдущей барышни был намек, это была Галина Прохорова, она может себе взять полтора сантиметра. Там, где я говорю о двух сантиметрах, да? То вам нужно взять два сантиметра. Все. Замечательно. И вы увидите, как изменится потом наша пройма. Большая будет прибавка по груди. Но мы ее будем сокращать потом. Потому что у нас еще не все достроено. Вот эта вот картинка пойдет в работу. И вам, Анечка, нужно... Ага, вы показали, что расширение такое у вас есть. Хорошо. Все замечательно. 16. И рукавчик на 14. Рукавчик тоже замечательный. Вот. Все отлично. Видимо, поправлено где-то. Вы двигаетесь дальше в том же, ничего не переделывая. Значит, будем вам учитывать широкие бедра и выступ ягодиц. Только куда мы будем двигаться, пройма будет очень узкая. Ну-ка, сейчас я проверю. Что по бедрам? 57. Ага. Начитание. Смотрите. Возьмите себе прибавку по бедрам. 2 сантиметра. 4. А по бедрам 60. 6 сантиметров. И вот смотрите, характерный рисуночек, когда не учтены особенности выступа ягодиц и широких бедер, тогда пройма получается как тыква. Когда вот эти две особенности будут учтены, мы потом на следующем эфире это увидим, то пройма станет сразу нормальной. Смотрите, девочки, пока у нее сделано все замечательно. Вот так должно выглядеть вот эта выкройка. А, вот я вас и поймала. А рукавчик нехороший. Ой, смотрите, есть у нас вертикальный диаметр проймы 16. Девочки знают, сколько должна быть высота оката рукава. Ну, конечно же, 16 минус 2, 13. А что мы здесь видим? Ай-яй-яй. Может, мы что-то не то посмотрели? Сейчас посмотрим. Да, другого я не вижу. Значит, рукав надо, Танечка, переделать. Рукав переделать – это грубейшая ошибка. Не соответствует рукав вашей пройме. Замочитесь потом вметывать и подгонять его. И последний у нас Ольга, 51 номер. Ага, тоже выступ ягодиц наметился. Прогиб сзади сильный. Не уверена, что надо брать 2 сантиметра? Ну, полтора давайте вам запишем. Видите, какая узкая спинка выше талии. Вот это надо отражать в выкройках. Может быть, придется работать. Хотя вот здесь вот очень выразительный. По груди ничего не будем считать. Давайте 2 сантиметра вам возьмем. Значит, выступ ягодиц сзади будем учитывать 2 сантиметра. Так, а еще что? И узкие бедра я обучила. Посмотрим, что нам мерки говорят. Значит, у меня такое подозрение, что мерка снята без учета выступа живота. Вот если учитывать животик, посмотрите сбоку на фигурку, да, то явно будет больше, чем верх. То есть надо от живота поставить линеечку, опустить ее вниз, потому что мне сейчас не хватает ширины сетки, для того, чтобы в ней учесть вот эти все изменения, которые мы проговорили. Узкие бедра. 55. Вот мне кажется, она должна быть, ну, по крайней мере, 56 с половинкой. То есть надо линеечку поставить строго вертикально, и тогда уже по широким частям себя померить, по самым выступающим частям померить. То есть или верх узковато, уже надо делать, или низ надо делать шире, чтобы у вас получилась нормальная выкройка. Вот, мои хорошие, все. Я все рассказала. Домашнее задание я вам озвучила. Значит, все готовят свою базовую конструкцию, которая будет использоваться в дальнейшем для моделирования. С учетом всех-всех-всех вот этих наших особенностей. И, скорее всего, что мы разработаем с вами сменой продолжения вот этого курса, как оно будет звучать. Оно будет звучать, как шьем макет, а мы сегодня будем отрабатывать с вами полуприлегающий, полуприлегающий. Не прямой, свободный какой-то оверсайз мешок-мешком, а именно полуприлегающий силуэт, чтобы были минимальные прибавки. А чтобы были минимальные прибавки, для полных фигур, для особенных фигур, нужна пластика ткани. Всем всего доброго, всего хорошего. Я с вами расстаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова